Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас суббота, 20 июля 2024 года. А новости у нас будут очень наболевшие, такая тема наболевшая у всех, буквально у каждого жителя Латвии. Буквально, скорее всего, большинство жителей Латвии сталкивались с этими проблемами. А есть и даже, скорее всего, все жители сталкивались с этими проблемами, в том числе и наша семья. В ближайшие 2,5 года в Латвии не удастся избавиться от этих очередей. Каких очередей? Очереди, наоплаченные государством медицинские услуги, кажутся буквально просто бесконечными. Разбираемся поподробнее. Тема очередей, наоплачиваемые государством обследования, всплывает время от времени. Тема всплывает. Но их сроки всегда удивляют. Очередям, похоже, нет конца и края, а их и не будет. Такое ощущение возникает, когда жители Латвии делятся своим опытом обращения в медицинские учреждения. В социальной сети ИКС женщина поделилась. Вот что она пишет. Я позвонила в ВСЛИБА стендерс 4, чтобы записаться на УЗИ груди. Спрашивают, за государственные деньги или на платный визит. Они спрашивают у нее. И я говорю, что в любом случае это не срочно. Можно сделать и за государственные деньги. В итоге получаю ответ. Вот какой ответ. Что в ближайшие два с половиной года попасть на обследование за государственные, подчеркиваю, деньги, не удастся. Представляете, два с половиной года. И я, конечно, согласилась на платный визит. Хорошо, что есть страховка. Друзья, можно я точечку поставлю? Я был очень вчера, очень удивлен. Я просто был в шоке, шокирован. Сейчас я прокомментирую коротко. Вы смотрели. Я не зря эту новость сейчас поднял. На гора так называемая. Вы смотрели видео. Я посещал свою жену Наташеньку. Велгавской больнице. И узнал. Очень нехорошую новость. Просто ошеломляющую новость. Вы знаете, друзья, там те, кто работают, прямо скажу, там, кто работают, медицинские сестры, просто чисто случайно узнал. Они даже там не застрахованы. У них нет страховок медицинских. Непосредственно работают в больнице. Я был шокирован. Как же так? Как же так? Даже не заботятся о своих работниках. Хорошо, пока они еще, они не болеют. Молодые. Да. Ну, я просто поговорил с человеком. Я так, знаете, ну, а как же вам страховок? Какая страховка, говорит? Нам нет страховок никаких. Как нет? У вас, у работников медицинского учреждения, больницы тем более, вы не застрахованы. Вам страховку не дали. Бесплатную страховку они просто обязаны давать, друзья. Как же так? Ожас. Ужас, что происходит. Продолжаем дальше. Это я просто, друзья, вот не могу. Вот пока по свежим свидам. Я говорю, я буду сообщать вам. Ни стыда, ни совести. Это что? Куда-то деньги выделяются. И причем какие деньги? Миллиарды. А здесь не могут найти какие-то сотню тысяч. Ну, пускай даже несколько миллионов. Ну, несколько. Ну, Господи, ну, несколько. Попсилат я имею в виду. Это на страховочку. Ну, как, кто пойдет работать? И какое отношение будет у этих работников? Вот это одна из причин, что плохое отношение к больным. А потому что они... Смотрите, даже страховок нету. И пашут они там. Насмотрелся я, друзья. Насмотрел. Да проще. Я вот так посмотрел на них. Не, ой, я лучше буду на металлоконструкциях работать. На каких-то там, знаете, я сделал свою норму и ушел я домой. А там, извините, они работают. По какому графику? А-а-а. У них там, получается, скользящий график. То туда кидают, то туда кидают. И по сколько часов они работают? А-а-а. Надо уточнить. Вот это меня очень ошеломило. Я просто был ошарашен. Ну, не просто ошарашен, а очень сильно удивлен. Я надеялся, что им какую-то страховочку все равно платят. Ну, думал, нормальную. В смысле, дают страховку, оплачивают. Вот, не дай бог, заболеют они и обратятся к врачу. И им это оплачивают. Нету. Нету. Так что вот, друзья. А мы говорим вот. Ну, все равно. Ну, конечно. Они выполняют всю свою работу. Все четко. Все. Но все равно. Это одна из причин. Помните, мы с вами разбирали? Какое отношение к больным? Ну, все это можно понять по-человечески. Человек к человеку, как говорится, должен относиться по-нормальному. Если вы уже там работаете, вы должны относиться к людям. Нормально людям относиться. Ну, друзья. Как же так? И зарплаты, я вам скажу, там... Не каждый. Ну, просто таки... Туда никто не пойдет работать. И хотят туда идти. Вот почему нехватка медицинского персонала. Да. Я не веду сейчас... Про Латвию говорю. Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Спасибо вам. Продолжаю дальше. В комментариях видно, что другие тоже сталкивались с очень похожими ситуациями. Ребенку придется ждать визита к стоматологу 4 года. 4 года, друзья. Представляете? Да за 4 года там уже все зубы уже вывалятся из нее. Если это... Это... Не дай бог, конечно. А не дай бог еще какое-то заражение пойдет. 4 года ждать. Представляете? Если это оплачивает государство... 4 года ждать. Удивительное дело. Как государство оплачивает здравоохранение? Но оно, по крайней мере, есть. Вот и про страховочки все никак... Я не могу. Друзья, буквально вчера вот узнал. Это у нас что? Это у нас такая экономия. Реформы такие или что? Я... Я не знал. Я... Ну, миллион даже процентов был уверен, что все работники здравоохранения ЛАТЭ, все работники, имея в виду, в больницах, поликлиниках и так далее, начиная от уборщиц, дворников и так далее, все застрахованы, если они работают на этом, так называемом, предприятии, медицинском учреждении. Поликлиники, лаборатории и так далее, связанные со здравоохранением. У всех страховки. Бесплатные. Я так думал, друзья, как в нормальном цивилизованном государстве. Ну, хотя бы на худой конец частично оплачиваемые работниками. 10% каких-нибудь. Так, просто, чисто, символически. А остальное все оплачивает. Кто? Друзья, это просто ужас. О какой демографии может идти речь? О каком увеличении населения может быть речь? Вот поэтому отсюда и уезжают, просто убегают, просто беженцами становятся. Я вам сколько раз уже говорил. Это же беженцы, которые уезжают отсюда, покидают свою родину. Интересно, как долго государство будет... Это все по теме. Вот, даже ни граммы никуда в сторону еще не уходило. Это все по теме. Интересно, как долго государство будет продолжать делать вид, что у нас есть оплачиваемое государством здравоохранение. Вот вам, пожалуй, как долго они будут делать вид, что если... Да они даже своим работникам не могут купить страховку. Оплатить страховку, вернее. Да, ну да, купить. А купить. Как же так? Не знаю, пишите, как у вас в других местах, как в других самоуправлениях, где находятся эти медицинские учреждения. Оплачивают ли вам страховки? У нас на Вилгарской больнице. Я поднимаю этот вопрос. Может быть, будут смотреть непосредственно те, с кем я разговаривал. Оплачивают вам страховки? Напишите, пожалуйста, большая просьба. Меня это очень зацепило. Очень. Вот я, как работник, раньше работал я на металлоконструкции, на заводах, сварщикам. Ну, конечно же, не у наших местных предпринимателей. Наши никогда не купят это. Никогда. Ну, может быть, некоторые и покупают. Но если купят, то самую наидешевейшую, которой там лучше и сразу с ней не связываться, а сразу отказаться от этой страховки. Без толку от этой страховки. Никакого толку. Потому что заходишь куда-то, а эта страховка не кодирует. Просто от стыда можно сгореть. Такую страховку покупают некоторые. Я работал на одном одних из предприятий, где оплачивали самые дорогие медицинские страховки. Нам, сварщикам. Сварщикам, ну и без разницы, кто там дальше там работал, водитель погрузчиков либо шлифовщики, без разницы. Сборщики и так далее. Вот это, я понимаю, были страховки. Оплачивалось все. От и до. Все. Буквально все. Не надо было ни за что платить. Ну, за исключением, конечно же, некоторых каких-то лекарств. Это естественно, да. Ну, лекарства. Все прививки, все бесплатно, все, любая прививка, все бесплатно. Просто вот проводили, щик, карточкой, все. С карточки стоит страховки, сняли деньги. Мужу что творится, нельзя. Это все по теме. Интересно, повторяю, как же долго государство, латвийское государство, будет продолжать делать вид, так и хочется, давать бурной деятельности, делать вид, что у нас есть оплачиваемое государством здравоохранение. Оно у нас есть? Попробуйте, дождитесь. Если у вас есть страховка, во! Я просто опередил события. Если у вас есть страховка, возможно, вам не нужно подавать заявку на получение государственной квоты. Оставьте это тем, у кого нет страховки. ВК-4 это частный бизнес и квот действительно не так много. Поэтому лучше обратиться в другие медицинские учреждения. Ответьте, ответьте, пожалуйста. У вас есть страховки, друзья? Меня это очень зацепило, и поэтому поднял этот вопрос сразу по свежим следам. Буквально вот вчера вечером приехал, и вечером, конечно, я не стал эту новость сделать, решил сегодня. Именно сегодня с утра 20 июля 2024 года. Продолжаем дальше. Спасибо, что не переключились. Я уже даже не пытаюсь куда-то зарегистрироваться за государственные деньги. Когда нужно сразу, когда нужно, сразу ищу платные. Вот так же и мы, друзья. Мы рады, как говорится, за, ну хоть за какие дорогие, но быстрее, быстрее, потому что затягивание заболевания приводит очень плохим последствиям. Очень, повторяю, печальным последствиям, а в некоторых случаях смертельным случаем. даже очень много таких. Не дай бог, только желаю всем здоровья и долгих лет жизни. Не болейте. Вот, особенно у нас в Латвии, берегите себя. Это все, это погибель. И специалисты меня, честно говоря, больше устраивают. Это за платные. За деньги. А когда за бесплатные, там отношение другое. но это мое мнение. Я могу ошибиться, может быть, где-то и все нормально. В комментариях также рекомендуют сайт, сайт называю, в комментариях рекомендуют сайт rindopierosta.lv 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 потому что это сайт такой, его надо по буквам, чтобы не ошибиться. Можно ляпнуть и не понять. Правильно, друзья? Бывает такое, конечно. Я не привык, конечно, оправдываться, но вы меня, деда, немножечко простите. Наверное, вы понимаете, о чем речь идет. Стараюсь, друзья, стараюсь, как могу. Так вот, rindopierosta.lv потому что там можно найти специалистов в разных регионах Латвии и посмотреть, к кому можно быстрее попасть на прием. Я не зря несколько раз повторил. Один раз я ошибся, даже, два, название этого сайта. Но я все, даже точечку назвал. Все. Но сделайте на паузу, зайдите туда и посмотри, кому нужно этих специалистов. Потому что там можно найти специалистов в разных регионах Латвии и посмотреть, кому можно быстрее попасть на прием. Только здоровья вам желаю и долгих лет живет. Ищите там, друзья. Ну, не только там, да. Кто-то, может быть, знает другие сайты и так далее, непосредственно врачей. специалистов. В национальной службе здравоохранения также предоставили ответ на сообщение социальной сети. Ведомство отметило, что необходимое женщине обследование можно получить в разных медицинских учреждениях. и ближайшее оплачиваемое оплачиваемое по государственным квотам доступно всего через 105 дней. И даже не нужно ехать на другой конец страны. Клиника находится также в Риге. Немножко добавлю еще вот про вот это то, что меня удивило вчера в Белгарской больнице. Тоже пишите комментарии. Может быть только вот этим сестричкам не оплачивают медицинские страховки. А другим там врачам, специалистам и так далее или там что? Или по отделениям или по этажам? Ответьте пожалуйста тоже на этот вопрос. Потому что я был удивлен. Сестричка все по палатам то, сел крутится за всеми больными там старушками без разницы больными друзья то, сел сел но это же медсестра правильно? Никакой страховки у нас нет. Не оплачивают. Ее просто нет. ну я про зарплату не буду говорить конечно же и зарплату сказала но извините друзья я посмотрел насмотрелся потому что я бывал там среднем два раза в день знаю посмотрелся вижу вижу как им достается там я бы за эти деньги туда не пошел в том числе и жена моя не пошла бы а я разговаривал с молодой в районе 30 лет да расскажу друзья постепенно все я вам буду рассказывать то почем и как ну в принципе вы можете сказать конечно Сергей вы нас ничему не удивили этот сейчас в данное время и не только сейчас и раньше этот бардак уже давно начался это безобразие вот это все экономия на всем даже на своих работников ну я не знаю врачи интересно вот врачи у врачей врачи ответьте на вопрос такой только честно признайтесь прям пока я вас по хорошему спрашиваю у вас страховки у самих есть по хорошему же спрашивают а как иначе еще конечно всегда по хорошему вы застрахованы но если вы застрахованы а ваши помощники так называемые ну как ну помочь это же ваши помощники непосредственно с кем вы работаете чему у них нет страховки опять же повторяю может быть это по отделениям может быть у них разделение какое-то я в этой системе не знаю я только первый раз спросил я же не буду бегать по всей больнице и брать интервью у всех правильно друзья кто я такой кто я такой да зайдите на канал посмотрите все прекрасно знаете кто кто я такой кто другой такой кто третий такой нас таких много по всему земному шару вы понимаете в этом в этом случае я шутить друзья не буду тут не до шуток это это ужас это безобразие и с каждым годом с каждым месяцем с каждым днем все хуже и хуже вот так вот друзья не хватает получается не хватает везде никого ну а почему такие очень но зато у нас реформы реформы так и называемые идут как там Хасам Абу Мэри пользуясь случаем передаю привет ему огромный пламенный привет нашему министру здравоохранения как же так как мы дожились до жизни такой дожили дошли до жизни такой как там Хасам Абу Мэри работает нормально вижу веселиться галстучки там всем поправляет ходит ну ему поправляет не поправляет вижу все прекрасно все я вижу как вам весело с улыбочками всем министрам всем депутатам весело веселяться а что им не веселиться у них все есть они на полном государственном обеспечении можно издеваться в кавычках в кавычках издеваться над другими конечно и за такую зарплату пахать бог знает как работает в виде тяжело друзья работаете очень тяжелый труд это я говорю про медицинских сестер ну и все кто связан непосредственно в этой больнице насмотрелся на другие медицинские учреждения так как я прошел много ну можно сказать огни и воды в Риге в больнице страдания да вы прекрасно знаете кто смотрит давно насмотрелся всего непосредственно сам лежал несколько раз в больнице но тогда было отношение совершенно другое совершенно другое тогда все всех устраивало ну всех не может устраивать но устраивало всех сейчас раз уж я начал говорить про нашу больницу ой друзья вы представляете лежит бабулька у нас в прошлом году лежало царствие небесное моей течи Наташиной маме почему я это сейчас вопрос поднял вспомнил да чем помню конечно все прекрасно знали некоторые пишут даже а как же там бабушка там Наташина мама одна остается ну так как я уезжаю к Наташе они до сих пор еще не знают значит так вы смотрите да еще раз повторяю она умерла в прошлом году 11 декабря так вот лежит лежит такая бабушка ну или женщина преклонного возраста очень преклонного возраста тоже вот у ней там то сё надо надо лекарства она спрашивает у сестрички дайте мне таблеточку такую-то такую-то она говорит нет я не могу вам дать а как это не можете дайте мне же плохо ну к примеру ну ладно там не буду называть от чего плохо ну это спокойно можно было бы поехать и купить вот мне непосредственно сейчас вот съезжу в аптеку и куплю эту таблетку а нет не могу я вам дать эту таблетку почему она спрашивает а потому что врач вам это не прописал как ну ладно врач не прописал но человеку плохо ну можно понять и так и сяк друзья ну не знаю раньше такого не было если мне было плохо и было что-то чего-то я звал сестричку она что такое что такое я говорю вот то-то-то-то болит у меня раз уколчик все готов уколчик сразу же насчет уколов не спорю но человеку плохо другого было ну да вы понимаете там прямо скажем частые поносы ну дайте таблеточку хорошо выписывают не знаю врач потом не врач прописал выписывают эту таблеточку какую надо ну не одну естественно и вы знаете что таблеток у них этих нет на месте и никогда и не было и не будет выписывают там на месте аптека идите купите эти таблетки и пейте это как понять друзья как это понять так мало того как это понять она нас попросила эта женщина сходить потому что она не может она под капельницей лежала попросила купите пожалуйста мне я вам денежки отдам купите сходите купите мы пошли с Наташей купили нет я пошел купил по моему или нет наверное с Наташей мы сходили вниз 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 там зашли купили так вы знаете друзья я к чему клоню там на месте в этой нашей елгавской больнице цены буквально чуть ли не в два раза дороже чем в обыкновенных аптеках в городе это называемая больница елгавская больница это что это такое это прям в наглую наваривается на больных людях давно хотел я хотел сказать это еще в прошлом году мы были шокированы в прошлом году мы тещи тогда покупали Наташиной маме чтобы не ехать а быстрее сразу задействовала таблетка я мог бы поехать туда потому что было такое чувство мы видим что очень дорогие потому что другие лекарства смотрим я так Наташа смотри тут какие цены страх божий она говорит ну что мы поедем из-за этих двух лекарств в город я говорю почему бы нет а потом махнули рукой ладно давай покупаем здесь уверите к примеру здесь это лекарство стоит 15 евро 15 евро мы поехали посмотрели ну не специально конечно же мы очередной раз потому что день через день ездить то мне то Наташи то маме покойной то мне то Наташи то маме и так далее так вот в больнице она стоит 15 евро в этой аптеке больничной аптеке в городе она стоит 8 9 10 евро это как это я имею ввиду какое-то из лекарств друзья я молчу про другие лекарства это что это такое это бизнес ответьте мне тоже на этот вопрос вопросов будет я бы мог и дальше продолжать про ситуацию вообще никаких претензий у меня к врачам нету хотя тоже начинают уже возникать у меня чем больше начинаешь общаться не знаю после вот этого видео пускай пускай что хотят думают про меня или так далее и тому подобное но это любой должен интересоваться как же так лечение это это же мое здоровье это мое ваше наше здоровье и как относятся и как это как это понять у них нет таких лекарств надо купить туда сходите туда за что мы платим деньги когда человек лежит за что а за койко место только это за койко место так так что с собой надо брать чемодан денег а у кого эти деньги есть их нет ни у кого как прямо скажу это так так любой дурачок просто друзья за дураков держит людей уже все это как это понять это проще всего свалили все на больных и пользуются ими посмотрите какими наценками в больнице наоборот она должна стоить копейки но люди же болеют им срочно надо а они навариваются капитализм да это жажда наживы тяга к обогащению аптек да или что это такое что это такое друзья везде проблемы я сказал очень тяжелые тоже новости очень тяжелые проблемные новости я сказал очень большая проблема и с каждым разом с каждым годом с каждым месяцем эта проблема все только хуже становится все все больше больше и больше друзья вот думал коротко не получается я сказал я вам все расскажу со временем вот это время наступает еще страшнее потом страшные новости буду вам рассказывать просто наистрашнейший ну уже страшнее некуда вот они они вот я вам говорю я начинаю говорить все сколько можно терпеть я прошлом году не стал открываться не стал говорить да маме наташиной моей тещи было почти 91 год она умерла да но мы как столкнулись с такими проблемами именно как нас как отправили туда сходите в аптеку туда у нас нет ничего а чем лечит тогда как это вот так это и лечение это просто бизнес бизнес на жизни на болезнях пациентов это же смерть друзья вот почему смертность это одна из причин это я тоже говорю я прямо прямо в лицо всем пускай смотрит вы навариваетесь наживаетесь вот на таких больных вот уже перед смертью даже и то на человеке навариваетесь а у вас никто не просит типа я так я наверное некоторые подумают съездили бы туда но если человеку плохо сейчас в эту секунду как я могу ехать в город если нужно срочно вот эти лекарства чтобы она прям тут же на месте не умерла ей просто плохо очень было плохо тогда вы знаете вы смотрели несколько раз мы ложили в прошлом году буквально вот уже год прошел уже второй пошел потому что она несколько раз мы несколько скорую вызывали тоже зайдите посмотрите на нашем канале покойная Наташина мама моя течь вызывали никаких претензий нет персоналу медицинскому скорой помощи никаких все делали четко я говорил на видео четко все профессионалы просто приезжали профессионалы всем водителям кто приезжал все помогали все 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 и ее грузили туда и так далее ну скорую помощь это просто отдельно большущее спасибо но кто помнит конечно может быть возможно и помнит потому что видео это до сих пор никуда не денется и не делается на ютубе и не только на ютубе везде я благодарил да несколько раз каждый раз благодарил от имени нашего канала большущее вам спасибо но очень поразило меня вот это оценки оценки дороговизна в аптеках больницах почему там дороже чем в городе и причем очень намного дороже не в разы но дороже друзья даже в полтора раза это что это такое за безобразие как же это так а сам обу мэрии я обращаюсь тебе так как ты мне моложе в два раза почти в два раза ну ладно пускай к вам к министру здравоохранения это что за безобразие происходит я уже молчу где где твои уменьшения цен на лекарства когда такой бардак происходит в больницах в аптеках причем открытую идите берите идите а вы возьмите а мы ее будем лечить а нет не возьмите вы купите за бешеные деньги а потом мы будем лечить ну не фуя себе так так бы мы и могли сами ее лечить но только единственное что капельницу мы не можем поставить да вот катетеры и так далее и так далее а так спокойно осталось только это переложить и все мы друг другу ставим Наташа мне ставит уколы в уколы мышцу она мне ставила и вену тоже врач научил ну потому что я тогда это было мне 37 лет было в 1997 году я полмесяца полежал ну и мне начали там ставить уколы в вену да такие-то 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 я говорю мне надоело лежать уже ну мне немножко начало легчать он говорит что домой хочешь я говорю да ну а кто же тебе будет ставить в вену в вену надо в руку в руку в эту в эту из разницы я говорю так я у меня жена умеет ставить в вену нет она мне в ягодицу умеет ставить мышцу а то в вену ну она сможет я говорю ну давайте вот она приехала а каждый раз он ее показал вот при ней вот смотри несколько раз вот так вот так и при нем она ставила вот он научил как чтобы воздух туда не попал и так далее ну подобное и все а вот все нормально тогда я тебя выписываю он научил ее вот дай бог здоровья но я сейчас ну фамилии не буду называть из разницы очень хороший врач мужчина он мне на ноги поставил дай бог ему здоровья конечно это тогда еще мне 37 лет было как сейчас помню 1997 год буду заканчивать я говорил очень проблемная тема тяжелейшая самое что ни на есть у нас все тяжелое а где у нас я и сразу сказал а где у нас нет проблем куда ни копни еще раз пользуясь случаем Хасам Абу Мэри привет большой пламенный привет от народа латвийского когда эти издевательства закончатся и когда вы там перестанете галстуки менять там пиджачки и интересно интересно на вас посмотреть хотя народу просто противно уже на ваши лица смотреть улыбающиеся вот так вот друзья ну сколько веревочки не виться конец все равно будет только вот некоторые сейчас сразу зададут вопрос мне только кому конец будет быстрее а вот быстрее не дай бог конечно но друзья к этому все и идет я насмотрелся мы насмотрелись вот таким больным медицинский персонал старается я еще раз повторяю никаких претензий у меня к ним нет никаких вообще не подумайте может кто-то подумал ни к врачам ни к медицинским сестричкам ни медицинскому персоналу мне претензий нет у нас претензий нет никаких спасибо наоборот большое за то что вы особенно в данном случае пользуясь случаем я сказал я буду все говорить пусть слушает и смотрит и пусть будет стыдно тем руководителям кто довел до такого я начал с чего про страховки медицинских страховок не застрахованы что это за такое ни стыда ни совести нет они работают с больными людьми что только им как им только не достается тяжелейшее вы представляете каждому нужен подход какие нервы нужны медицинским сестрам как нужно выдержать вот каждую вот эту бабушку каждую каждого человека больного нужно подойти поговорить ласково и так далее как человек устает я насмотрелся я знаю прекрасно это все потому что я работал с людьми не один год десятки лет знаю я каждого в смысле характер можно определить прям за 3 секунды 5 слов или даже пускай 3 предложения поговорить с человеком я понимаю чем он дышит и что он из себя представляет несколько 2 вопроса 3 максимум я понимаю что он из себя представляет так же и они уже тоже уже знают как подойти больному человеку врачи так же самое тоже тяжел на тяжелейшая работа это с каждого надо через себя пропустить это все ну вы понимаете да какие вопросы задают больные ну конечно всем же хочется жить друзья вам что не хочется жить вообще я имею ввиду этим хочется сладко весело и прекрасно желаю всем здоровья долгих лет жизни благополучия мира добра и дружбы между народами поставьте лайк под видео да большое видео ну наболело ну хотел коротко но не получается все слова все по теме я в сторону никуда не уходил вот по свежим следам Наталья лежит еще в больнице повторяю понедельник еще одно будет обследование ну кто нас смотрит постоянно конечно же интересуется спасибо всем большое за пожелание ну скорейшего выздоровления Наташи да Наташеньки моей да конечно же она сейчас под контролем курс лечения идет то что находит сразу же все вводят те лекарства через эти вот катетеры я правильно не могу вот эти вот термины медицинские ну как через вену вводят лекарства также и таблеточки уже и назначили проверить то и все то что находится ну где находят специалисты ну еще немножко откроюсь да у ней по молодости тоже была язва кое-чего потом скажу я вам да язва и вот эти вот старые болячки начали сейчас власть язва того потом того и понеслось друзья было все залечено раньше но вот сейчас годы пришли после 60 да вот 55 60 ну после 60 что-то стало не того ну как бы вроде ничего разом нормально разом начинается и вот все пришлось лечь в больницу ей без больницы никак нет 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 во-первых я тему-то открыл какую два с половиной года не удастся очереди так что ж ей ждать еще эти да начала она записываться к врачам специалистам кого полгода кого два месяца которые вообще еще очереди не открылись даже заплатные не попасть да даже заплатные не попасть все кругом все забита народ болеет друзья прямо скажу прямо со страшной силой скоростью болеет во-первых население что у нас происходит с населением латвийским стареет молодое население где уехали осталось совсем мало пожилой возраст уже преобладает над работоспособным населением у нас ну как минимум 500 тысяч только пенсионеров как минимум ну под 500 тысяч уже подходит а предпенсионного возраста добавлять еще примерно столько же предпенсионный возраст ну после 50 уже все после 40 уже начинают болезни 45 уже молчу ладно после 50 начинают уже болячки вылазить всякие все заканчиваю уже который раз заканчиваю ну друзья такая тема тяжелейшая напишите ответьте мне пожалуйста на мои вопросы которые я задал про страховки может быть у них там какие по категориям идут одним платят другим не оплачивают страховки медицинские страховки ну и так далее друзья на все вопросы ну я там парочку вопросов задавал задавал вам почему такие ценники наценки мне очень тоже это поразило нас Наташей поразило это что это за такое это в наглую прям в наглую такие цены все друзья все заканчивается тяжело как-нибудь продлим поговорим с вами очередной раз еще раз всем здоровья до долгих лет жизни мира добра и дружбы международом до свидания поставьте лайк под видео поделитесь этим видео друзья в социальных сетях и просто так поделитесь поставьте лайк напишите комментарий что вы думаете любой хотя бы хоть какой комментарий конечно поддержку нашего канала пускай больше видят чем больше лайков комментариев и подписок тем больше видят вот эти проблемы что у нас происходит здесь в Латвии до свидания друзья отдельный привет министру здравоохранения Хасама Абумери свидания спасибо спасибо